Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. На улице потеплело и запорожцы массово потянулись на природу. Как не пострадать от клещей во время такого отдыха? На эту тему мы сегодня говорим с нашей гостью, энтомологом Запорожского областного лабораторного центра Санопинслужбы Украины Инной Комарицы. Инна, здравствуйте! Добрый день! Итак, когда же просыпаются клещи? Клещи просыпаются, вернее активизируются в апреле месяце, обычно в апреле месяце. Они активны весь апрель месяц и начинают пик активности быть к концу апреля и началу мая. То есть вот что сейчас, как раз пик активности начинается у эксодовых клещей. Дальше могут укусы быть до начала июня, а то и до конца июня, в зависимости от погодных условий. Потом же после июня идет на спад? На спад. Или как бы их вообще уже не следует бояться? Нет, они просто малоактивны становятся, сухо им некомфортно данные условия. А пик активности второй появляется в сентябре месяце, когда жара спадает, начинаются дожди, и вот для них комфортное погодное условие. Соответственно, второй пик активности в сентябрь-ноябрь месяц, до первых заморозков. Скажите, вот раньше как-то так, мы не так много слышали о клещах вообще, о них не так рассказывали. В чем была причина? Это была слабая информированность, да? Да, либо же не было такого наплыва этих клещей? Вы знаете, это не в том дело. Дело в том, что раньше не было основного переносчика у нас в Украине, скажем так, не буду за всю Украину, а именно за Запорожскую область. В Запорожской области не было иксодос рицинус, так называемого, в народе называют энцефалитного клеща, основного переносчика ряда заболеваний. Значит, где-то последние лет 12-15 он начал у нас появляться, и сейчас он доходит уже до доминирования как бы над другими видами клещей. Поэтому, соответственно, люди начали болеть, поэтому начали больше говорить на эту тему. А какие болезни передаются клещами? Значит, основное заболевание, которое передается клещами, это клещевой вирусный энцефалит, это заболевание лаймборолиозом или болезнью лайма, которая у нас в Запорожье очень актуальна, это гранулоцитарный анаплазмоз человека, это геморрагические лихорадки, кулихорадка. То есть то, что как бы переносится основными клещами. Как можно защититься от клещей? Существуют какие-то вакцины, я не знаю, что можно сделать себе прививку и потом их не бояться? Значит, существует вакцина от вирусного энцефалита, но у нас данная вакцина, применение данной вакцины не актуально, потому что у нас природной очаговости нету клещевого вирусного энцефалита. То есть вирусов в природе нету, хотя есть и переносчик данного заболевания. То есть чем в таком случае грозит укус такого клеща? Значит, грозит тем, что человек может заболеть от укуса данного клеща, может заболеть лаймборелиозом или болезнь лайма. У нас люди болеют, регистрируются заболевания, люди заражаются от наших клещей, попадая на природных условиях и от укусов именно нашими клещами. А чем страшна эта болезнь? Что она из себя представляет в двух словах? Заболевания вызываются баррелиями, это бактериальная природа заболевания. Выражается тем, что воспаляются системы внутренних органов, это в основном суставы воспаляются, воспаляется нервная система. Заболевание начинается по типу гриппа, вот такого сломоты, с температуры, головная боль. Далее в месте укуса появляется так называемая эритема, такое в плане кольцевидное такое красное образование, гиперемированное. Но это симптом не для всех, в 70% случаев эритема. Это смертельное заболевание? Это заболевание, как правило, при лечении, своевременном обращении за медицинской помощью, оно очень легко лечится в условиях стационара, как правило, заболевания, потому что заболевание достаточно серьезное. При нелечении, несвоевременном обращении, может быть, переходить в форму хроническую, и вот когда хроническая форма, там уже, конечно, могут быть проблемы и с инвалидизацией, как бы, и, ну, случались летальные случаи. Ну, то есть, главное не запускать в данном случае. Главное не запускать, главное быть внимательным к своему здоровью. В таком случае, как защититься от клещей, вот находясь на природе? Какие первые меры предосторожности? Значит, выходя на природу, надо правильно одеваться. Желательно одежда светлых тонов. Почему? Потому что на ней легче увидеть ползающего клеща. Одежда должна плотно прилегать к телу. Если это штанины, то они должны быть заправлены в носки. Если это футболка, она должна быть заправлена в штаны, в брюки, соответственно, головной убор желательно, манжеты и рукава должны плотно прилегать. Почему? Потому что клещи, попадая на человека или животного, соответственно, они всегда ползут снизу вверх. Таким образом, подползают под одежду и оказываются там в подмышечных падинах излюбленные места. Кстати, да, вот какие места надо в первую очередь проверить человеку, когда он пришел с вылазки, из леса, с посадки? Места обычно те, которые характерны очень нежной кожи. То есть это подмышечные падины, это паховая область, это волосистая часть головы тоже очень часто любят. За ушами, за ушными раковинами, шея. То есть как бы все вот такие места, это излюбленные, но это не значит, что только туда кусают. А вот у домашних животных очень многие берут с собой кошек, собак, на природу тоже выгуливают. Вот где их надо обследовать? В каких местах? Да, в каких местах. Значит, излюбленные места, это у животных обычно, это ушные раковины, там, где меньше шерсти. То есть это животик, то есть вот в таких местах, где менее защищено шерстью, в этих местах обычно и нападают клещи. Вот можно ли применять какие-то репелленты перед выходом на природу, там, обработать себя, животное? Существуют ли они вообще? Да, существуют репелленты. Значит, репелленты существуют как для обработки одежды, которые принципиально нельзя наносить на кожу. Есть репелленты, которые именно для кожи, для открытых поверхностях тела. Это такие вещества, как Дета, Рифтамил, Аксалар, Аксавтал, Пикник, Гардекс, средства от клещей, именно так и называется. То есть данные препараты применяются при выходе в природу, значит, на открытые участки тела наносятся, принципиально не втирается, просто на поверхность наносится. Можно применять средства собственного приготовления, это вот на базе растительного масла к 50 миллилитрам. Добавляется 30 капелек масла чайного дерева, эфирного масла, и плюс 5 капель так называемого масла гвоздики. Как бы вот такие препараты. И вот таким раствором, да? Можно такое, это народное средство, как бы тоже достаточно неплохо. Для собачек применяются препараты, которые именно должны быть направлены от клещей, от нападения клещей. Это специализированные препараты от клещей. Но если вдруг не усмотрели, не уберегли себя, обнаружили у себя на теле клеща, что надо делать в первую очередь? Ну, в первую очередь не паниковать, а сконцентрироваться. Значит, когда, обращайте внимание, что все-таки клещ впился на вас, то надо его чем быстрее, тем лучше удалить. Это принципиально, потому что чем дольше клещ находится на теле человека, тем дольше он впрыскивает слюну. Соответственно, если инфицированный клещ, то, соответственно, инфекционного начала он тоже впрыскивает больше в организм. Поэтому первая задача – быстрее его удалить. Можно удалить клеща в травмпунктах хирургически, хирурги занимаются данными вопросами. Но лучше не самостоятельно это делать? Можно, если нет возможности в ближайшее время попасть за помощью такой в лечебное учреждение, то можно удалить клеща и самостоятельно. Здесь тоже определенное правило – ни в коем случае клеща не брать голыми руками, потому что при раздавливании ими можно дополнительно инфицироваться. Вот. Клеща берут аккуратно пинцетом или салфеткой, или руками в перчатках защищенными. Берут ближе к голове, то есть ближе к хоботку вот этому. И перпендикулярно, аккуратно его расшатывая, вытягивают. Аккуратно, никаких рывков, никаких резких движений. Где-то читал, что там даже говорят о том, что выкручивать надо. Можно выкручивать, здесь не принципиально даже в какую сторону абсолютно. Но при микроскопировании я порой обращаю внимание на то, что при выкручивании повреждается вот этот хоботок. Поэтому все-таки лучше не выкручивать, а вот как бы расшатывать. Ну и даже если клеща удалили, потом лучше появиться все-таки в больнице? Ну не то, что лучше, а обязательно как бы это человек, который не проявляет к себе как бы, значит, не обращается за медицинской помощью, тот и большие риски, так сказать, имеет. Вот поэтому, когда вы удалили клеща, во-первых, обработать надо любым спиртовым раствором вместо укуса. И этого клеща рекомендуется взять с собой. С собой, да. Во-первых, самому человеку обратиться к инфекционисту с такой проблемой, чтобы был случай укуса. Инфекционисты, как правило, назначают дальнейшее исследование клеща, говорят, куда обратиться. Обращаются в основном к нам, в лабораторные центры, значит, работают с данным исследованием энтомологи, как правило, которые могут оценить риски заболевания от данного клеща, от вида клеща, да. Фаза развития, всё это имеет значение. Насколько правильно удалён клещ, настолько он напитался кровью, оценивают риски и предлагают другие лабораторные исследования, дополнительные. Это могут быть метод ПЦР-диагностики, который у нас проводится в областном лабораторном центре тоже. И другие методы исследования. Ну и потом, соответственно, назначают лечение, как я понимаю. Соответственно, да. В зависимости от оценивания рисков. И если эти риски велики, то назначается профилактическая антибиотикотерапия. Назначают её врачи-инфекционисты. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Инна Комарийца, энтомолог Запорожского областного лабораторного центра Госанэпидемслужбы Украины. Отдыхайте на здоровье, но при этом не забывайте о нём.